Всем привет! Меня зовут Денис Оконь и я рад приветствовать вас на своем авиационном канале YouTube. После публикации каждого нового видео из кабины Boeing 737 я обязательно получаю вопросы. Поначалу я старался прилежно на них отвечать, однако со временем я заметил, что вопросы в основном повторяются, поэтому решил записать серию видео для того, чтобы обозначить место, куда отправлять интересующихся. И сегодня я начну с самого надоевшего мне вопроса. И поверьте, вместо слова «надоевшего» мне бы хотелось применить совершенно иное слово, ибо на протяжении вот уже нескольких лет этот вопрос я получаю, если не раз в сутки, то раз в трое суток уж точно. Вопрос номер один. Что за что Коверна вращается с диким треском в ногах у пилотов? Краткий ответ. Слева и справа от панели рычагов управления двигателями, сокращенно RUD, на Boeing 737 установлены колеса ручного управления перекладкой и стабилизатора. Они, эти колеса, связаны жестко как между собой, так и с самим стабилизатором, поэтому любое изменение угла его установки, я имею в виду угла стабилизатора, приводит к тому, что колеса эти крутятся и благодаря цепному механизму издают некий трескающий, шаркающий звук. К слову, на современных модификациях Boeing 737 NG-MAX он, этот звук, немножко потише, чем на Classic или чем на Jurassic, так шутку называют 737 самого первого поколения, официальное номинование которого Original, то есть оригинальное. Вероятно, у наиболее любопытного зрителя сейчас появился вопрос, вроде, что такое стабилизатор и зачем вообще его надо перекладывать. Расскажу. Стабилизатор самолета это такая аэродинамическая поверхность, то есть как бы еще одно крыло в хвосте самолета, главная руль, которая заключается в компенсации пикирующего момента, которая создается в полете крылом. Кроме того, он, стабилизатор, балансирует самолет, обеспечивая устойчивость и управляемость в очень широком диапазоне центровок. А центровка это положение центра тяжести лайнера, относительно которого и происходят все эволюции самолета в полете. Центровка зависит от того, как самолет загружен, то есть грузом, пассажирами, топливом, зависит от расхода топлива в полете, когда оно перемещается, скажем, от конца крыла вперед. Даже количество пилотов и бортпроводников тоже влияет на центровку. И в зависимости от того, как самолет загружен, то есть, грубо говоря, сколько поместили груза в нос самолета, в хвост, центровка двигается, соответственно, вперед и назад. Двигать ее можно не бесконечно, так как при определенных значениях центровки наступают проблемы с устойчивостью и управляемостью самолета, которые можно компенсировать и, значит, расширить диапазон допустимых центровок с помощью стабилизатора, который может менять угол установки относительно продольной оси самолета. Собственно говоря, в этом-то и заключается главное преимущество подвижного стабилизатора от неподвижного. Второе преимущество – это некоторая экономия топлива, так как подвижный стабилизатор, переместившись на определенный небольшой угол, компенсирует необходимость отклонения руля высоты, который некрасиво торча вверх или вниз увеличивал бы сопротивление воздуха. Но не на всех самолетах стабилизатор способен перекладываться. На некоторых, например, на Ан-2, Ан-24, Ан-124, естественно, Ан-172 и так далее, он закреплен намертво. А на Ту-154, например, возможность перекладки есть, но используется она лишь для обеспечения, балансировки и управляемости на взлете и посадке. А в полете же на Ту-154 стабилизатор всегда находится в одном положении – полетном. На Боинге СН-37, да и на подавляющем большинстве всех прочих современных авиалайнеров, как уже понятно, стабилизатор перекладывается в широком диапазоне углов и используется в течение всего полета, что позволяет эксплуатировать самолет в необычно огромных диапазонах центровки в сравнении, скажем, с упомянутым выше уже Ту-154. Например, предельно передняя центровка у Боинг СН-37 на взлете составляет всего, как вы думаете, 6% от средней аэродинамической хорды крыла. А вот на Ту-154М – 21. 6 и 21. Рассница, как говорится, очевидна. Стабилизатор – это живой организм. Отклоняясь вверх или вниз, он позволяет уменьшить потребное для балансировки самолета отклонение руля высоты. Именно рулем высоты, кстати, управляет штурвал, если его двигать вперед или назад. В полете же на самолет постоянно действуют различные моменты сил, и при изменении их соотношения изменяется и необходимое положение руля высоты. Ну, например, при выпуске закрылков после гашения скорости появляется тенденция к опусканию носа, то есть уменьшение тангажа самолета. Ее можно, ну, чаще всего нужно, компенсировать взятием штурвала на себя, но при этом пилот начинает ощущать некоторую нагрузку. На Boeing 737, управляемом посредством гидроусилителей, эта нагрузка на штурвалах имитируется специальной системой. Но, тем не менее, лететь, удерживая штурвал у пуза, совершенно неудобно. Ну, и может наступить такой момент, когда отклонения руля высоты попросту не хватит для поддержания носа, так как пуза у пилота этому воспрепятствует. Вот тут-то на помощь и приходит перекладка стабилизатора на кабрирование. Пилот давит на кнопку управления стабилизатором на штурвале, ну, на самом деле там их две, но это сегодня не важно. Далее элитрический мотор приходит в движение и перемещает стабилизатор, опуская его передний носок вниз. Так как он, то есть стабилизатор, жестко связан с колесами, расположенными в кабине, то они начинают крутиться и издавать характерный звук, который так интересует публику. Этот процесс, процесс снятия нагрузок на органах управления называется, кстати, триммированием. И как я только что сказал, пилот управляет положением стабилизатора нажатием специального переключателя на любом из штурвалов. Нажимая его вверх или вниз, пилот посылает сигнал электромотору, который перекладывает стабилизатор, соответственно, на пикирование или на кабрирование самолета. Все то время, когда пилот этот переключатель держит в нажатом положении или пока он, то есть стабилизатор, не достигнет определенных предельных углов отклонения. На Boeing 737 скорость перекладки стабилизатора с помощью электромотора зависит от положения закрюков. Если они не убраны, то перекладка происходит быстрее, при этом увеличивается еще и диапазон углов, на которые возможно его переложить. А если же по какой-то причине электромотор не работает, либо если стабилизатор докрутился до ограничения электромотора, им можно управлять вручную, накручивая это самое колесо в свое удовольствие. Правда, удовольствие, скажу вам, немного. Крутить колесо весьма неудобно. Более того, если загнать самолет в положение, далекое от стримированного, например, разогнать скорость при стабилизаторе, открученном вниз на пикирование, да еще и при этом изо всех сил держать штурвал на себя, чтобы не спикировать дальше, то переложить стабилизатор вручную будет попросту физически невозможно, даже усилиями двух пилотов. Мы поговорили о том, как пилот управляет стабилизатором, ну а когда самолетом управляет автопилот, он работает аналогичным образом. Управляет перекладкой стабилизатора, если это требуется, через электромотор. Стабилизатор куда эффективнее руля высоты, что вряд ли вызовет удивление, если хотя бы сравнить их площади. То есть перекладка стабилизатора на 1 градус дает эффект в несколько раз больше, чем отклонение руля высоты на тот же самый угол. Да, кстати, возможно некоторым пилотам Boeing 737 будет интересным узнать правильную методику остановки самопроизвольной перекладки стабилизатора, которая применяется при выполнении чек-листа QRH рановой стабилизер. Она очень простая. Противоположное от себя колесо зажмите ладонью, положив ее на колесо перпендикулярно. Не сверху прикрыть, как иногда учат, а именно перпендикулярно, схватив за обод колеса пальцами. Иначе есть риск сильно обжечь внутреннюю сторону ладони. Непонятно? Ну, показываю. Кроме того, конструкторы внедрили интересную фишку на Boeing 737. Если во время триммирования стабилизатора электромотором откладить штурвал в противоположную сторону, то есть, например, сейчас я триммирую на пикирование, и если я потяну на себя, то перекладка стабилизатора останавливается. Понятно, для чего это сделано. Во-первых, для компенсации действий дураков в кабине, если зачем-то они это будут делать. Во-вторых, таким простым образом можно прекратить перестановку стабилизатора при его самопроизвольной перекладке. Но, если вдруг по какой-то причине где-то заблудились кулоны, и эту функцию необходимо выключить, то это можно сделать специальным выключателем, который расположен на центральном пульте. Замечу, для особо продвинутых и особо любопытных, противоположным движениям штурвала от себя, не получится прекратить работу системы МКАС на Boeing 737 MAX. А вот нажатие кнопки триммирования на любом штурвале, эту работу этой системы прекращает, и электромотором можно пользоваться. Вот и весь мой рассказ. Надеюсь, теперь стало чуточку более понятно, что за штуковина вращается с диким треском в кабине пилотов. Спасибо за внимание. Летайте безопасно. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok